Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый президиум. Разрешите представить доклад, посвященный повторным хирургическим вмешательствам при высокодифференцированном раке щитовидной железы. Что касаемо заболеваемости, то в Челябинской области заболевает 221 человек в год, умирает 36% и на ранней стадии распознаются 72% случаев в 3-4-28%. Что касаемо прогноза, мы все знаем, что наличие региональных метастазов не влияет на общую выживаемость, но при этом они могут увеличивать риск развития локорегионального рецидива, и фактором риска при этом является наличие более 5 метастазических узлов и экстранодальное распространение. Исследование, посвященное путям метастазирования, 147 пациентов, в котором была выполнена тереоидектомия в сочетании с лимфодисекцией 7 уровня и модифицированной радикальной лимфодисекцией 2-5 уровня, при этом в 32 случаях не было выявлено метастазов в 7 уровне, при этом поражения метастатического процесса боковой клетчатки были выявлены, и что характерно, что опухоль располагалась в верхнем полюсе щитовидной железы. Что касаемо наблюдения, исследование, которое показывает, что при верифицированном рецидиве рост узлов на более чем 3 мм был в 20% случаев и прооперировано повторно всего лишь 13% пациентов. Исследование, посвященное осложнениям после хирургических вмешательств, в реографии 189 это первичная операция на щитовидной железе, и 106 пациентов это повторное хирургическое вмешательство. Мы видим, что при первичном вмешательстве частота осложнений была выше, но при этом это процентное соотношение транзиторного гипокальциемии и при первичной операции также транзиторного гипокальциемия случалось в большем количестве процентов. Для визуализации чаще используется, конечно, это ультразвуковое исследование с маркировкой на коже области рецидива, также интероперационная УЗИ, позволяющая при непальпируемых опухолях визуализировать образование, и инъекция красителя, которая может также способствовать визуализации рецидива. Что касаемо рекомендации, это Американская ассоциация террорологов, при доказанном рецидиве размером больше 8 мм в седьмом уровне и больше 1 см боковой клетчатки необходимо выполнять хирургическое вмешательство, если не было вмешательства, то выполнять селективную лимфодисекцию, если же было вмешательство удаления данных образований. При размере образования менее 8 мм в седьмом уровне и менее сантиметров боковой клетчатки возможно наблюдение, и при появлении увеличения этих узлов в активном росте также хирургическое вмешательство. Что касается нашего опыта, это с 2011 по 2014 год мы прогнозировали историю болезни 41 пациента, при этом разделили для удобства на две группы. Первая группа это пациенты с рецидивом в области ложе щитовидной железы 10 пациентов и пациенты с метастазами раков лимфоузлы и верхний этаж средостения 31 пациент. Характеристика пациентов преобладали женщины, средний возраст 53 года и преобладал папиллярный рак щитовидной железы, медиана до повторного вмешательства составила 7 месяцев. Показанием были это высокий уровень тириоглобулина или кальцитонин, данные ультразвукового исследования, а также очаги гиперфиксации по данным сцентографии или данные МРТ-КТ и также метаболически активные очаги при ПЭТ-КТ. Первая группа пациентов, 5 пациентов было выполнено удаление остатков щитовидной железы, 3 удаление рецидива в области трахеопищеводной борозды с резекцией ртани либо трахеи, в одном случае выполнена ларингоэктомия и в одном случае пациенту пришлось выполнить тириоидоктомию после субтотальной, то есть в сочетании с лимфодисекцией 7 уровня. Вторая группа пациентов, данные пациенты после тириоидоктомии проходили лечение в нашем отделении радиотерапии, после чего были выставлены показания для хирургического вмешательства повторного. Чаще всего лимфодисекция выполнялась в 7 уровне, верхний средостенный уровень, далее в боковой клетчатке на стороне поражения, реже на с двух сторон и в сочетании с верхней средостенной лимфодисекцией в трех случаях. Что касаемо осложнений, мы встретились с порезом возвратного агротанного нерва в двух случаях во второй группе, в одном случае в первой. Транзиторная гипокальция чаще у нас случалась при повторных хирургических вмешательствах в группе лимфодисекции. Кровотечение в одном случае во второй группе, лимфорея в одном случае во втором группе. Таким образом, хотелось сделать следующие выводы, что выполнение повторных хирургических вмешательств повышает риск повреждения возвратно-гортанных нервов, удаления паращитовидных желез. То есть, перед выставлением показаний нужно четко понимать, поможет ли пациенту эта операция, так как мы знаем, что метастазы в лимфоузлах не влияют на общую выжимаемость пациентов. Ну и при подозрении на поражение лимфоузлов верхней средостенной седьмого уровня нужно обязательно сделать лимфодисекцию и произвести ревизию данного уровня при первичной операции. Спасибо за внимание.